Это уникальная ручная работа. Ковёр дошёл до нас через три столетия и сохранился практически в своём первозданном виде. Его орнамент, который называется Хатай, относится к Карабахской школе. Начиная с периода Средневековья, такие ковры экспортировались Азербайджаном в различные страны по шёлковому пути. На сегодняшний день в Азербайджане не оставалось ни одного образца такого ковра. Поэтому возвращение ковра Хатай в Азербайджан имеет огромное значение в культурной жизни страны. Такие карабахские ковры сегодня хранятся в различных музеях мира и частных коллекциях. Ковёр Хатай, впервые представленный в музее в Баку, на сегодняшний день единственный в Азербайджане. Возвращение на родину ценного образца азербайджанской культуры стало возможно благодаря работе фонда Гейдара Алиева. Это уже второй подарок, сделанный фондом Азербайджанскому музею ковра. Ранее в коллекции музея появился шерванский ковёр, датируемый XVIII веком. Ковёр исторически является частью образа жизни в Азербайджане. Благодаря работе фонда Гейдара Алиева, благодаря личной инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента фонда Михребан Алиевой, созданное азербайджанским народом произведение, народное творчество, музыка, произведение искусства, сегодня известны во всём мире. Азербайджанская музыка, ковры, кухня, праздники – сегодня достояние всего человечества. Гости вечера также приняли участие в открытии новой экспозиции. Представленные здесь ковры – образцы ручной работы сегодняшних мастеров. Каждый из них выполнен в традициях Бакинской школы ковроткачества и олицетворяет один из 29 районов Баку и его пригородов. Гостям мероприятия также была представлена книга о Бакинской школе ковроткачества. Проект был осуществлен при Организации общественного объединения развития регионов фонда Гейдара Алиева, Музеем ковров и Экопарком культурным центром Зеря. Выставка продлится до 15 апреля. Лила Курбанова, Эльвин Гаджи Алиев, Си-Би-Си.